У городских тротуаров начались спа-процедуры. Сначала освежающий душ, затем очищающий массаж щетками, которые полируют асфальт до блеска. Специальная миниатюрная техника делает это максимально аккуратно, но очень настойчиво. Благодаря своим размерам машины пройдут даже по узкой дорожке. А вот проезжая часть пока только готовится к банным процедурам. Рабочие убирают крупный мусор, а затем по краю дороги обязательно проходит пылесос. В период весны, когда снег ставит, пыля седает на дорогах. Если ее в облине не убрать, то она ссыхается и получается практически состояние камня, которого очень трудно отодрать. И практически в период весь летний период начинает пылить. Это на асматиков действует, это также на внешний вид города, то есть это запыленность машин, фасадов знаний, обуви, по крайней мере одежды людей. Убрать пыль нужно пока в городе еще прохладно. Чтобы в жару дышать было легче и свободнее. Чтобы пыль именно убиралась, а не поднималась воздух, на счет есть специальные форсунки. Откуда поступает вода? Пыль мокнет и уже влажная поступает в накопительный бункер. В этом году вакуумные машины вышли на дороги раньше обычного. Часть их переоборудовали, потому что они универсальные. Зимой их использовали для уборки снега, теперь спецмашины убирают пыль. Пропылесосить предстоит 700 улиц. Темпы наращивают каждый день. Днем работают 17 пылесосов, ночью 10. В дневное время затруднение составляет то, что прибаркованная машина очень сложная. В целом люди с пониманием относятся, кто-то выходит, переставляет машины. Мы справляемся, работаем по плану. В две смены у нас, ночная и дневная. Ночью, конечно, более удобно работать. Частично проблему загруженных обочин решает установка дорожных знаков, запрещающих парковку в определенные часы суток или дни недели. Наводит лоск не только в центре города, но и в отдаленных районах. Здесь рабочие выбирают такой график, чтобы максимум работ сделают днем. Ночью там все заставлено автомобилями. А когда столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, дороги начнут мыть специальным шампунем. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События.